И снова Бэтсэйв Прибалтика и Воско Тайм. Огромное спасибо спортивному ресторану Алирис за то, что предоставили нам помещение и за то, что позволяет нам снимать видео именно здесь, в прекрасном спортивном стиле. Воско Тайм. Думаю, кого позвать на сегодняшнюю передачу. Я исходил от того, что какая же страна продает больше всего футболистов? Чьи тренеры востребованы во всем мире? Сегодня в гостях у меня человек, который работал в лучшей академии на данный момент России. Краснодар. Человек, который работал в одной из лучших академий Сербии. Сербина Звезда. Марк Усавич у меня сегодня в гостях. Марк Усавич, во-первых, огромное тебе спасибо, что ты согласился. Для меня большая честь вообще, что ты пришел, потому что два года назад мы с тобой только познакомились. И жизнь, опять же, предоставляет такие возможности, от которых очень сложно отказаться. Марк, если не ошибаюсь, это твое первое интервью, которое ты даешь в Эстонии. Да, это мой первый интервью. Очень приятно. Марко, ты родился в Белграде. И наверняка сразу встал вопрос, партизан или Цервина Звезда. Ну, меня этот вопрос вообще вот, даже не подняли вот этот вопрос, потому что папа был большой болезщик в Цервиной Звезды. Дедушка тоже, папин папа. И, короче, вот я просто, когда вот первый раз ходил на стадион, я смотрел Цервину Звезду. Ну, партизан, это принципиальный соперник Цервиной Звезда? Ты бы, мы с тобой говорили, да, ты мечтаешь работать, и ты работал в Цервиной Звезду, но ты мечтаешь вернуться когда-то в Цервину Звезду. Если поступит предложение от партизана, ты рассмотришь его? А, нет, 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 нет. Это слишком принципиально. Марко, в твоей карьере игрока есть такие клубы, как Спартак-Варна, Боснийский-Сараево, Цервский-Обилич. Ты мог достичь чего-то большего? Почему не было Цервиной Звезды той же? Когда я играл в футбол, я думал, что вот, да, также эти клубы, где я играл, я думал, что я могу играть на высшем уровне. Также я всегда думал, что я должен играть, не знаю, в Испании, Германии, в Италии. Но это когда я был игрок, я так думал. Вот когда я стал тренер, и вот можно сказать, вот как у меня появился опыт, и сейчас я могу увидеть, где, что я, какие ошибки сделал. И да, вот, короче, это все моя вина, почему я не играл на высшем уровне, это все мои ошибки. Да, кто-то вот мне не помогал в определенное время, и кто-то вот мог что-то сделать, но, в принципе, я виновен за все это. Давай представим, 20 лет назад у тебя есть возможность исправить две вещи в своей спортивной карьере. Что бы ты сделал по-другому? Питался, вот надо питаться, вот спортивно, я питался всегда, вот. Я не был профессионал, я просто думал, что это, я был очень талентный футболист, у меня вот техника была всегда хорошая. Я понимал футбол уже за 10 лет, я понимал все там, что происходит на поле, и вот играл на этой позиции, номер 10. И, ну, я считал всегда, что это достаточно, но вот так, вот таким подходом я и не стал профессиональным футболистом на высоком уровне. Потому что всегда думал, да, вот дайте мне мяч, я все сделаю. Но вот так думать, это ошибочно. Марко, в начале передачи я сказал, что сербские клубы, вообще сербские футболисты, они играют везде. В чем секрет в Сербии, да, в чем секрет того, что футболистов покупают, именно сербских футболистов покупают за огромные деньги? То есть как устроен бизнес, футбольный бизнес в Сербии, и почему именно они, почему не представители других стран, почему не Россия, почему даже не испанцы, почему именно Сербия? Думаю, что вот так просто невозможно ответить на этот вопрос. Вот это надо чуть-чуть глубже вот идти в эту тему. Но в принципе, я думаю, что первое, мы страна, которая экономически слабая, и в принципе наших мальчиков, которые начинают заниматься футболом, у них выбора нет. У них единственный выбор стать профессиональным футболистом, зарабатывать деньги, стать как успешный человек. А другого выбора в принципе нет. И думаю, что они вот в этих возрастах, 12, 13, 14, 15, они дают все от себя, чтобы стали профессиональным футболистом. Это чуть-чуть вот конкуренция там большая, да, все занимаются футболом, либо спортом вообще, вот теннисом, баскетболом, гамболом, не знаю. И вот, чтобы ты стал хороший футболист, ты должен вот первую эту конкуренцию в Сербии выигрывать, а потом дальше. И думаю, что это как первый секрет. Второе, я думаю, генетически мы, вот, когда я говорю «мы», это касается только Сербии. Это Сербия, Босния, Хорватия, Словения, Черногора. Бывшая Югославия. Бывшая Югославия. Вот, генетически у нашей, вот, я люблю сказать «крови» – спорт. То есть ты сказал, да, что это не только касается футбола, это и баскетбол, и теннис, и волейбол, гандбол, и плавание, все, что угодно. Спорт. Это спорт. Правда, что сербских футболистов называют европейскими бразильцами? Это раньше называли, сейчас уже это поменялось. Раньше, когда Югославия была, да, вот мы были европейскими бразильцами. Ты рассказал мне случай про Беле, о его прощальном матче. Правда, что выбирая ту команду, против которой он хотел сыграть свой прощальный матч, это была Сербия, Югославия? Это была Югославия, да, да, да. Это вот, вот это последний мяч, который он играл, он и выбрал команду, и он выбрал Югославию. И это значит, что мы действительно были европейскими бразильцами. Мы говорим о футболистах, о сербских футболистах, но сербские тренеры, они так же, как и футболисты, как и спортсмены, они везде. В России первые, кто приходит на ум, это Марко Николич, это, словолюб, Муслин, Божевич. В чем их секрет? Честно, не знаю, вот секрет, но они все хорошие тренеры, и все прошли вот хорошую школу. И когда Югославия была, там была вот хорошая школа для тренеров. И, короче, вот, думаю, это все, это и конкуренция. В Сербии очень много тренеров с б-лицензией, м-лицензией, про-лицензией. Все хотят заниматься, все хотят стать хорошими, все хотят уехать где-то за границей работать. И вот, это они вот чуть-чуть больше прогрессировали, чем все остальные, но я не знаю, честно, какой секрет у них. Для сербского футбола и для сербского спорта в целом потеря Радамир Антича, который недавно ушел из жизни, это огромная потеря? Конечно, конечно. Это не только сербского футбола, это европейского футбола. Он тренер, который, единственный тренер мира, который был главным тренером Реал Мадрида, Барселоны, Атлетико Мадрида. Один из самых лучших тренеров в истории Югославии, не только Сербии, Югославии. Наверное, самый лучший. Вот, и просто это большая потеря за сербский футбол. Но вот это, что касается Радамир Антича, вот, также в Сербии мы не использовали его как надо. Он был, когда был тренер сборной, вот, он был один из самых лучших тренеров сборной. Сборная играла на чемпионате мира. Очень хорошо играла, выиграли в Германии в 2010 году на чемпионате мира. Неудачно не прошли дальше, но вот, и после этого его убрали. Но это проблема Сербии. У нас не существует систем. У нас существует просто вот, давайте быстро сделаем что-то год-полтора. Если не получается, мы меняем. Если не получается, меняем. Вот это, просто это наша большая проблема. И мне жалко, потому что Радамир Антич не сделал больше именно в Сербии, в сербском футболе. Он сделал для мирового. Ну, он сделал за мирового, да. Начало 90-х годов. Военные действия в Югославии. Насколько они повлияли на тебя? Насколько ты вообще помнишь все это? Ну, я помню. Помню, да, я был вот маленький, но я помню все это. Вот жизнь, вот, конечно, была тяжела. Но, что касается и экономической, и там войны. Вот, именно в Сербии сначала вот не было войны. Но из Сербии люди и шли в Боснию, в Хорватию, воевать. Все это было очень-очень тяжело и очень трудно. Но, что мне касается, я помню только вот хорошие вещи. Вот мы весь день в футбол играли, занимались спортом. Нам было все хорошо. Но, наверное, родителям было очень-очень трудно. Родители были учителем и профессором. Да, профессором. Папа и мама, они преподаватели. До работы в Краснодаре ты работал в Цервии Звезды, в Академии, тренером по технике. Можно сказать, да. В 2014 году тебя и предрога Ранджеловича приглашают в Краснодар. Ибранко Мирячич. Ну, вот, да. Ибранко Мирячич. Краснодар на сегодня, наверное, одна из лучших академий. Мы с тобой были два года назад там. Ты и работал там. Скажи, на сегодняшний день Краснодар – это лучшая академия в мире? Ну, я не скажу, что Краснодар – лучшая академия мира. Но в России? В восточной Европе, думаю, да. Но там Динамо Загреб – очень хорошая академия, можно сказать. Но что касается инфраструктуры, Краснодар – 100% самая лучшая академия, может быть, и мира. Ты помнишь, когда мы были в Краснодаре, именно в академии, на тот момент директор академии Александр Марьянович сказал, что представители Манчестер-Сити приезжали, смотрели, а за год до этого, то есть три года назад, они построили у себя академию спортивную. И, посмотрев академию Краснодара, они тогда удивились, а что же тогда у нас? Что у нас тогда построили, если Краснодар – это вообще бомба. Как вообще поступило предложение работать в Краснодаре и быстро ли ты согласился? Заместитель главного тренера академии Николай Елич в этот момент, он был мой, можно сказать, знакомый, он был мой тренер, когда я в футбол играл, и он меня знал как тренера. Вот, и он меня пригласил. Там, мне кажется, вот, как было интервью для работы, там было 30 тренеров в Сербии, и, короче, они меня выбрали, и я вот пришел там работать. Ты лично разговаривал с Сергеем Галицким? Несколько раз, но вот так, не на официальном собрании, потому что я был тренером 2002 года, два года, они были самые молодые, самая молодая команда в академии. Но вот он все знал, не только про меня, конечно, но про вот этих всех мальчиков там. Он очень любит футбол, человек, который профессионал, который очень-очень любит футбол, и он все эти игроки, которые сейчас играют, он смотрел, вот когда их было 14, 15, 16, Сулейманов, Сафонов, Уткин, он все смотрел, когда они были вот такие мальчики. Летесь назад Сергей Галевский сказал, что его мечта, чтобы в Краснодаре играли только воспитанники клуба Краснодар. Сейчас мы смотрим, что очень много легионеров. На мой взгляд, легионеры, приезжие, они должны быть. Они привносят что-то новое, новую культуру, новую технику, новые знания. Мечта Сергея Галевского, она осуществима? Будут ли 11 воспитанников? Будет 100%. Будет 100%, потому что не надо смотреть в эти стороны. Вот если смотришь на легионеры, да, очень много легионеров, но очень много игроков из Академии. Сафонов, давайте вот так, Сафонов, Уткин, Сулейманов, Черников, Хутовой, который играл в прошлом году, мальчик 2001 года, Сергей, Никита. Может быть, я кого-то еще забил, но, наверное, там еще есть игроков, которые уже за основу играют. Очень много игроков, которые и будут играть. И 100% 11 будет с Академии, я уверен в этом. Талант. Футболист рождается талантливым или он становится талантливым? Если мы говорим о России, Эстонии, Сербии, сравни, пожалуйста, мальчиков, футболистов в раннем возрасте именно по своей натуре, по своему характеру и по талантливости в Сербии, Эстонии и России. Я считаю, это мое мнение, что он рождается талантливым футболистом. Но вот талантливый футболист рождается и в Эстонии, и в России, и в Сербии тоже. А уровень потом, уровень определяет все остальное. Вот учеба, тренировки и так дальше, и так далее. Развитие, соревнования, уровень остальных игроков, тренеров. А талантливый игрок вот он и в Сербии, и в Эстонии. Проблема эстонских футболистов до какого периода все идет хорошо и почему потом происходит определенная яма? Здесь я работал полтора года, сейчас опять возвратился, и это, что я заметил, здесь тоже очень хороших игроков. Я сейчас могу сказать и фамилии, но вот думаю, вот то, что все знают здесь за эти игроки, и они очень хорошие. Но вот уровень чемпионата, она не позволяет вот игроками, чтобы, да, они развиваются до определенного уровня, но через это не могу, потому что уровень чемпионата такой. И это нормально, в Сербии тоже уровень чемпионата маленький, но все потом идут играть за границей. И я думаю, первое, вот что не хватает в эстонском футболе, это система, чтобы кто-то сделал вот четко план, программ и двигался вот на одной дороге, а не вот, знаете, вот это в Сербии тоже существует. Должна быть одна цель. Да, одна цель. Вот мы делали плану, программу, вот существует какая проблема, мы сразу меняем, вот пошли на этой дороге двигаться, вот какая проблема, мы идем туда сразу, не надо вот это делать. на четко план, программ и идем. В Эстонии, что касается детского футбола, как ты думаешь, тренеры в большинстве своем слабой подготовки или у них просто недостаточно опыта и знаний? Ну, опыта это точно, точно, вот знания я не знаю, я не общался много с этим тренером, но вот что увидел чуть-чуть увидел детский футбол в Эстонии, мне кажется, очень много, также не знаю, 10 лет начиная, мальчики, очень много вот играет на счет, выиграет, на счет, на результат, на результат, выиграет, выиграет, это ошибочно, 100% ошибочно, и, короче, вот развитие, оно идет вот так, а результат, он вообще на другую сторону идет, и ты можешь сделать результат, и вот это не развиваешься, не развиваешься, игроки, вот это, также вот наоборот, есть, также, если ты делаешь, если ты выигрываешь постоянно, они не будут развиваться, это 100%, правда. Ну, знаешь, Марко, есть такое мнение, например, дети не попадают в Академию Краснодара, мы это видели, мы это знаем, они плачут, да, они плачут, родители плачут, у ребенка мечта, можно сказать, ну, рушится, может быть, на какой-то момент, да, пока он не отойдет. Если ребенок из эстонского клуба или его уберут, или попросят уйти, он даже не заплачет, он пойдет в следующий клуб. Может быть, в этом есть проблема, что детские тренеры в Эстонии работают на результат, чтобы пригласить именно детей к себе, да, то есть тренер выигрывает, что еще надо, пожалуйста, вот иду к нему, а в том же Краснодаре, например, или в Сербии, в том же Цервена Звезда, да, когда тебя убирают из академии, то есть ты делаешь все, чтобы остаться. Может быть, в этом проблема, почему в Эстонии работают или стараются детские тренеры работать на результат? Честно, я знаю, я думаю, что это не касается тренеров. Тренеры работают это как они умеют, но им кто-то должен сказать, вот, должен показать, как надо. Вот, это касается больше, систем клуба либо еще лучше сборная союза. У союза должен быть четко план программ футболного союза, план программ, как развитие игроков, развитие мальчиков, развитие игрока сборной У-15, 16, 17, 18 и так далее. И потом клубы должны делать точно так. Но это все начинается от сборной. Это нам в Сербии тоже этого не хватает. В России тоже. В России тоже. Сербина Звезда это самый титулованный клуб в Сербии, выигравший, единственный сербский клуб, выигравший Лигу чемпионов. И, как мы говорили уже в начале передачи, ты работал там, ты мечтаешь в будущем работать там до перехода или после Краснодара ты пришел на работу в Сербина Звезда, но ты ушел спустя две недели. Почему? После. А потому что вот там тоже произошли вот эти вот некоторые проблемы, которые не касаются вообще спорта, это касается вот других вещей. А я вот у меня мое мнение, как это все должно быть, если вот это все действительно по-другому, вот легче, чтобы я ушел, чем чтобы я пытался менять что-то. И, короче, да, я ушел две недели, я работал две недели, мне кажется, может быть, и меньше. Ты сожалеешь об этом? Нет. Нет, 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 нет. Я думал, я сделал это, что было нужно сделать, а время покажет, это было правильно или неправильно, я не знаю. Но я решил так, вот и все. Ты также уходил из Левадии, это было два года назад, когда... Год. Год назад, когда Александр Рогич был главным тренером. Мне кажется, по своей харизме ты главный тренер, который может принимать решения. Несколько лет назад, когда Мурат Мусаев стал главным тренером Краснодара, для многих это было большой неожиданностью, в том числе и для меня, и помнишь, я подошел к тебе и сказал, Марко, что ты думаешь? Да, и ты сказал, что это прекрасный выбор, и Мурат Мусаев справится, и опять же, полтора года назад, когда мы были в Краснодаре, мы познакомились, и я увидел, и поговорив с Муратом поменял свое мнение, да, потому что действительно у человека есть стержень, и есть те черты, о которых ты говорил, которые нужны главному тренеру. Ты хотел бы, или ты, как ты думаешь, получится ли у детского тренера, которым был Мурат Мусаев, которым был ты, стать таким же успешным во взрослых в футболе. Конечно, я уверен, Фед. Тренер, он должен пройти все эти ступени от детского футбола, или, как Андреа Пирло, который, опять же, несколько дней было назад объявлен, стал главным тренером Ювентуса, практически не имея опыта, будет руководить командой, где играет Криштиан Роналду, Гуаин, где, как, как лучше пройти все ступени, это не касается, вот это за меня, за меня, вот как за Марка Савича, лучше пройти все, от У7 до Основы, а за Пирло, наверное, лучше сразу, вот это, каждый человек, он, вот, как сказать, индивидуал, и, короче, вот у меня, вот я не был сумасшедший игрок, Мусаев тоже не был сумасшедший игрок, и нам было нужно пройти все это, чтобы, вот, добился какого успеха, и чтобы вот сейчас уже работали с Основой, а Пирло, он, человек за себя, Пирло, Гвардиола, Станкович, они игроки, которые, вот, их опыт большого футбола, и, наверное, они могут сразу вот стать хорошим тренером, а это не касается, это уже сейчас, футбол, он сильно поменялся, и это не касается Пирло, это касается вот этих стаффа, которые у него будут, штаб, штаб, команды, это вот главный помощник тренера, там еще 3-4 помощника, аналитик, тренеры физподготовки, все этот штаб, который будет, это определяет уровень главного тренера. Марко, если открыть сайт Краснодара, там есть такой, раздел уроки футбола, и можно увидеть тебя, и вообще, это очень новая, можно сказать, профессия, тренер по технике. Нужен ли он в Эстонии, или вообще нужен он для больших команд? Необходим. Это не касается только тренера техники, тренер, профессиональный тренер, который только занимается с нападающим, профессиональный тренер, который только занимается с игроками Аубера. С защитниками. Также по позициям. Кто работает с этим вингером, кто работает с футбеком, кто работает с этим опорным. Вот Марьянович, профессиональный тренер, Александр, он сказал нам, когда он брал в этой тренере техники, когда он брал тренера, вот Педжер Анджелевич, он был тренером нападающим, и он занимался с Игнятьевым, который сейчас уже в Рубине, да? В Рубине, да. И, короче, вот Марьянович объяснял, пытался объяснить Галицком, почему это нужно, и сказал очень хорошую вещь. Вот, уже 30 лет в футболу существуют тренеры-вратари, а не существует тренер-нападающих. Это нет логики, потому что вратар хороший, самый лучший, стоит, не знаю, 80 миллионов евро, а самый лучший нападающий в мире, он стоит 400 миллионов евро. Разница большая. А если уже есть профессиональный тренер вратара, должен быть профессиональный тренер всех остальных позиций на поле, которые вообще существуют. И я не знаю, если ты знаешь, что вот уже 10 лет назад в команде Манчетер Сити, я знаю, потому что Джекко тогда играл, Джекко Йоветич там в Сербии, из Черногора. У них был у каждого свой тренер индивидуальный, который только им занимался. У Джека был свой тренер, у ТВЗа свой тренер, у Агуэра свой, и Йоветич свой тренер. Четыре. Еще Балателли был. Пятый. Вот это как футбол будущего. Так футбол развивается. Это похоже на баскетбол, на NBA. там очень много тренеров, которые работают индивидуально, индивидуальный подход и игроки вот дужны делать индивидуальную работу. Ну смотри, часто же бывает они должны делать, но если мы говорим о молодых футболистах, индивидуальные тренировки это деньги, да? Если у родителей нету денег на индивидуальных тренеров, если у клуба нету возможности взять тренеров по технике, по обороне, тренера для нападающих, как тогда? Это должен быть самородок, то есть это должен быть тот талант, о котором мы говорили, как он должен проявить себя? Футболу сейчас очень тяжело вообще играть на высоком уровне, если нету организованных тренировок. Я говорю просто для европейских игроков. У нас такая генетика европейская, я не говорю Африка, Южная Америка, там вообще все по-другому. И у них есть шанс. А что касается европейских игроков, они должны работать сто процентов. Кто-то сказал, думаю, венгер, может быть, нет, неважно. Вот это вот одна вещь, которая я считаю, что она правильна. Раньше это всегда говорили пять процентов талент и девяносто пять процентов работы. Не знаю, здесь вот существует, в Сербии всегда вот так раньше говорили. в зависимости, кто пять, кто десять. А сейчас уже сто процентов талент и сто процентов работа. Если ты хочешь стать профессиональным спортсменом сейчас, потому что если смотрите высокий уровень европейский, если смотрите на вот физически, как он выглядит, они просто машины. смотри, мы говорили о футболистах, о европейских бразильцах и ты говорил, что тогда сербские футболисты, югославские футболисты это по позициям номер 10, номер 9, но в последние годы мы видим внимание Видича, Матич, Бронислав Иванович, Йович, то есть это нападающие защитники, полузащитники, но вот для меня лично вот я не знаю почему, но когда я смотрю, для меня оплот или надежность игры в обороне это сербский игрок и, наверное, мой любимый игрок это внимание Видич, что в них такое особенного, почему они такие статные, почему сербский защитник это, наверное, эталон того, как им должен быть для меня лично. Может быть, для кого-то есть свои мнения, может быть, там есть серб и рамос, я все понимаю, но мы говорим сегодня о сербских, потому что ты являешься представителем этой страны. но я считаю, первый игрок в обороне должен быть как взрослый человек, думать на поле и работать как взрослый человек. Не важно, 18 лет, 18 лет, он должен выглядеть как... и думаю, что сербские игроки именно вот эти, которые ты назвал сейчас, у них это уже внимание был человек с 18-19, который ответственный, который все понимал, который нападающий может быть ребенок с 25, потому что он обыгрывает, он также если теряет, если что-то плохо делает, это не видно на поле, результативно не видно. теряет мяч, чего страшно, там еще 6 игроков назад, а игрок обороны должен быть ответственный. За каждый мяч, за каждое денеборство он должен быть человеком. И думаю, что наши игроки, они действительно такие. Воско-тайм. Не забывайте подписываться на канал Бэтсейв Прибалтика и напоминаю, что сегодня у меня в гостях человек, который работал в лучших академиях России, Сербии. Сейчас он будет работать в Эстонии. Марко Савич. Марко Савич, если мы говорим о эстонском футболе, то прежде всего мы говорим о Рагнере Клаване, который играл в Ливерпуле, который сейчас играет в Калере. Мы говорим о Константине Васильеве, который, наверное, последние 10 лет является одним из лучших футболистов Эстонии. И твое мнение о эстонском футболе и о футболистах, может быть, об этих футболистах, кого я назвал, может быть, ты назовешь кого-то еще, потому что я думаю, что ты уже довольно знаешь эстонский футбол. Как я и сказал до этого, хороший игрок, он хороший игрок. У хорошего игрока паспорт может быть эстонский, русский, сербский, бразильский. Разницы вообще нет. Я хочу сказать примерно Клаван. Один из самых лучших игроков в Эстонии в истории и очень хороший европейский уровень. Он играл в Ливерпуле, сейчас играет тут. Также и в Германии играл. Что касается Васильева, наверное, если бы его был, если бы он родился в другой стране, больше футболную. Если бы у него был другой паспорт. Ну, я не скажу, можно сказать и паспорт, но что ему мешало, не знаю, но качество этого игрока это просто самый высокий европейский уровень. 100%. Я не говорю сейчас, уже возраст. Но когда у него было 28-29-30, это топовое европейское уровень. Это игрок, который, мое мнение, должен играть, не знаю, в Валенсии, либо в Бетису, либо в Италии где-то. И в Эстонии есть хороших игроков, очень хороших. Даже сейчас в Эстонии молодых хороших игроков есть. я вижу. Если мы говорим о Константине Васильеве, я знаю, что в Академии Цервена Звезда благодаря тебе два года подряд ездит Никита Васильев. это брат помощника главного тренера сборной Эстонии Владимира Васильева. Твое мнение о нем? Ему всего лишь 17 лет, но я думаю, мы можем о нем сказать. Что ты думаешь? Есть ли шанс у человека? Конечно, есть. Конечно, есть шанс. Это вот он, когда первый раз пришел там потренироваться, сразу было видно, что он хороший. но вот он не успел подключаться так быстро на эту скорость. Они намного быстрее играют, они вот ближе стоят, плотнее играют. И ему было нужно время, а второй раз уже, когда он был, вот уже ему было понятно, на какой скорости он играет, и он уже вот прогрессировал очень сильно. И вот это Никита, я думаю, что он самый лучший игрок в Эстонии этого возраста, но он действительно хороший. И вот хочу сказать, что вот эстонские игроки, если бы играли с европейскими командами больше, на этой скорости они бы больше прогрессировали. А у у него квалитет сразу видно, техника хорошая, понимание игры хорошее, физика также нормальная, и вот у него есть шанс. Скажи, пожалуйста, лучше играть с европейскими командами, или, как, например, опять же, мы говорим о Никите Васильеве, ездить на стажировке, да, или быть в команде месяц-два в другой европейской, чтобы тот вариант и тот подходит. Буквально несколько дней назад я разговаривал с одним человеком, очень тесно связанным с эстонским футболом, и он мне сказал, что первый, кто сейчас может покинуть Эстонию, это Власи Синявский из Флоры. Я спросил, почему, да, почему именно Власи, и почему может быть никто другой, он мне ответил, что в Европе хотят видеть игроков, которые что-то созидают, не просто подыгрывают, не просто отдают передачу, нужны созидать, нужны кто-то что-то делает, выделяется. В Эстонии, в Ливаде из молодых футболистов ты видишь, которые тебе бросаются прямо в глаза. Конечно, да, да, вот Карл Уйгус, Марко Лип, Роснуб, вот это игроки молодые, у которых есть шанс играть за границей, это Вашчук тоже, но есть еще игроков Флори, я вижу там очень хороших игроков, Синявский, да, Миллер, Лепик, Сорга, который сейчас уехал уже, Сапин, Пом, в Эстонии есть хорошие игроки, и это факт. Что им сейчас может помешать, чтобы не уехать за границу? Ну вот это футболу последние 10 лет очень много влияет в агенты и очень много хорошие либо плохие работы, что касается отъезда футболистов, это касается больше агентов, чем вот этих именно качества футболистов, либо качества тренера и так дальше, и так дальше. Вот я считаю, что это что в Сербии, в Сербии вот играет и в Испании, Италии, туда-сюда, везде, у нас всегда были хорошие агенты, которые это могу сделать. Я не говорю, я не скажу, что здесь плохие агенты, просто вот связки. Скажи, пожалуйста, в Краснодаре Игнатьев в воспитании Краснодара перешел в рубин и год назад в российской прессе очень много обсуждался возможный переход и сам Мурат Мусаев говорил, что зачем футболистам Краснодара агенты? Да, и как возможно, что воспитание Краснодара я не скажу, что со скандалом, но по крайней мере очень много говорилось об этом. Он переходит в рубин. Агенты это зло или агенты это хорошо? Агенты это просто факт. И вот это не касается это хорошо, это плохо. Я думаю, что агенты нужны футболу. Я уверен в это. Абсолютно. Как вот у каждой работы есть хороших людей, плохих людей. Это не касается все агенты ужасные люди. это неправильно. Это неправильно. То же самое, как хорошие и плохие тренеры. Существуют и плохие и хорошие, как люди и как тренеры, но невозможно сказать, что все тренеры такие, либо все агенты такие. Нет. Ты сожалеешь о чем-то в жизни или нет? Или ты предпочитаешь двигаться только вперед? Нет, нет, нет. Я вообще вот, когда что-то происходит в моем жизни, я вот анализирую и иду дальше. Всегда двигаюсь, пытаюсь двигаться дальше и не возвращаюсь больше на это. Но вот хороший анализ всегда надо делать. Вот увидеть, что получилось хорошо, что не получилось вообще, что если что-то плохо, там вот чтобы не что вот не надо повторять ошибки. А что не бы повторял, ты должен анализировать свои дела. Я вот пытаюсь так жить, сделать свою работу до конца, потом анализировать вот эту работу и двигаться дальше. Какой совет ты бы дал прежде всего молодым футболистам Эстонии, России, как действовать, вот подходя уже к уровню, где вот-вот надо сделать дальнейший шаг для перехода может быть во взрослый футбол, футболистам вот это вот я в жизнь я верю в работу работа 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 но вот у нас так знаменитые Владимир Ильич Ленин но я хочу объяснить вот это что хотел сказать Джокович сказал Новак Джокович который самый лучший наверное спортсмен мира сейчас он сказал да надо работать и вот много работать но надо работать качественно это недостаточно просто я иду на поле и там вот бью по мячу 10 часов в день и я буду хороший футболист нет я должен работать но должен работать качественно и что касается качества в футболу не существует только техническая подготовка либо тактическая там 5 подготовки существует футболу психологическая аналитика техническая тактическая физическая подготовка 5 подготовки и все очень важны и кроме этих футбольных вещей спортивных человек должен развиваться как человек он должен читать книжки должен ходить в кино должен вот образование получить хорошее я так считаю что вот на таком уровне вот футболист должен быть да хороший спортсмен но и хороший человек и вот когда развиваешь вот себя как человека и себя как спортсмена оно должно быть вот так тоже тот же самым уровнем если что-то вот так тогда наверное уровень будет также спортсмен будет высок вот это мое мнение что касается развития футболиста не забывайте подписываться на канал БЦФ Прибалтика и огромное спасибо спортивному ресторану Олирис за доставление помещения Марко огромное-огромное тебе спасибо мне безумно приятно и я думаю всем нашим телезрителям будет интересно услышать твое мнение потому что напомню что это первое интервью которое Марко Савич дает в Эстонии уже сегодня-завтра будет объявлено о назначении или о вновь прибытии Марко Савича встав Таллинской Ливаде в любом случае Марко я желаю тебе удачи мы с тобой еще увидимся мы с тобой на связи потому что ты хочешь развиваться я хочу развиваться и я думаю что мы будем делать общее дело для тебя и для футболистов огромное тебе спасибо и удачи спасибо всем пока воскотайм